Всем привет! С вами Сергей, я рад приветствовать вас на канале Bastion S. И сегодня мы поговорим о том, каким ключам сложно сделать дубликат, для каких это невозможно сделать, чем это чревато вообще, и стоит ли задумываться при покупке двери об этом. Что могу сказать? Как я помню из своего детства, когда я терял ключи, мама мне давала новый, отправляла меня в мастерскую ключей, где мне за какие-то деньги делали дубликат. Но при этом меня еще и ругали. Итак, как же это проходит сейчас? То есть, если у вас довольно-таки простой ключ, то в принципе дубликат к нему можно сделать без проблем. У мастера-ключника миллиард заготовок под любые варианты ключей, я ему даю свой, он сравнивает, делает нужную нарезку, отдает мне, я ему плачу какие-то деньги. Если зайти в дверной вопрос более глубоко и посмотреть, какие ключи можно приобрести сейчас и что они из себя представляют, то все окажется не так просто. Если говорить о цилиндровых ключах, то на сегодня существует огромное количество производителей, где цилиндр стоит, ну, не тысячу рублей, а больше, которые позиционируют себя как взломостойкие секретные механизмы, там уже будет не все так просто. Во-первых, у вас будет идти специальная карта владельца ключа, и без нее вам не сделают дубликат вообще, потому что в обычных мастерских, ну, так скажем, которые есть в каждом магазине, у них не будет заготовок, потому что для таких заготовок нужны определенные патенты, для того, чтобы это делать, это недешево, это нужно сотрудничать с данными компаниями. То есть, ну, так скажем, вопрос более серьезный. Например, в Москве существует несколько фирм, которые занимаются поставками цилиндровых механизмов и как дополнение изготовлением дубликатов ключей. Но делают они это только по карте владельца. То есть, если я взял у кого-то ключ или украл у кого-то ключ и пошел с ним в мастерскую, в специализированную, и сказал, сделайте мне, пожалуйста, дубликат, если у меня нет карточки, мне его не сделают, мне просто откажут. Потому что данная карта имеет определенный номер, который подтверждает, что именно я владелец этого ключа, а не какой-то злоумышленник, который украл ключи и пришел сделать дубликат, чтобы потом ограбить. В специализированный центр, можешь не показать, нарезка будет вот такая. Вот, да, видишь, здесь получается она такая как бы просто сделана. Я видел то, что в дверных замках тоже такое есть. Ничего себе. Ни слова больше. Например, такая же нарезка с разной глубиной, с разной формой реализуется вот на таком ключе. То есть, таких болванок просто ни у кого нет. Патент здесь до 30-го года и только в специализированных магазинах. То есть, подделывать их еще не научились, скажем так. Дальше, например, идет вот такая вот заготовочка с подвижным элементом в ключе, с магнитным пином. Ну, тут я вижу еще боковые пины. То есть, ну, довольно-таки непросто. И я уверен точно, что в обычных мастерских, которые находятся там в торговых центрах еще где-то, нет даже оборудования для того, чтобы изготовить что-то подобное. Но я так подразумеваю, здесь оборудование будет стоить, ну, не буду врать, но очень много. Если вы видите на ключе что-то интересное и необычное, то есть, какие-то разные там со всех сторон пины, кривые какие-то нарезанные, какая-то интересная форма под пины, то это уже что-то такое, что делается только в специализированных центрах. Если мы говорим про сувальдные ключи, то, ну, здесь, во-первых, сама болванка, она идет, если посмотреть с торца с изгибом, это первая, так скажем, защита. И второе, в самом ключе есть подвижные элементы, вот такие вот шарики. То есть, я думаю, такой болванки даже не будет в простых вот сервисах подобных. То есть, это только в представительстве данной фирмы. И если подвести итог, то, получается, нельзя клонировать, ну, в кустарных сервисах, которые распространены везде и, так скажем, без проблем можно пойти без какой-либо карточки владельца. Нельзя только те ключи, где производитель позаботился об этом заранее. Ну, а теперь давайте порассуждаем о том, стоит ли запариваться вообще с тем, чтобы брать ключ, который нельзя так просто пойти и сделать к нему дубликат. Итак, в каких ситуациях это может быть полезно и вас обезопасить? Если вы даете ключи рабочим, если вы даете ключи, я не знаю, домоработницам, репетиторам, кто-то приходит к вам убираться, покормить кота, когда вы уезжаете. То есть, если ваш ключ оказывается у каких-то посторонних людей, но они потом его вам возвращают, так вот, чтобы быть уверенным в том, что у вас не сделали дубликат и потом к вам не залезут, ну, от этого никто не застрахован, к сожалению. Для этого как раз и есть такие ключи, которые идут с карточкой владельца, что без вашего ведома, без вашей карточки дубликат будет сделать нереально. Насколько дороже стоит замковый механизм, который вот мне нельзя подделать, в зависимости от, там, простой личинки какой-нибудь? Ну, по сути, любой взломостойкий цилиндр, который уже отвечает за то, чтобы вас нельзя было вскрыть, ну, я не знаю, какому-нибудь хулигану за, там, две минуты, они уже подразумевают карточку владельца. То есть, если сравнивать с обычным простым цилиндровым механизмом и с чем-то таким, что уже более серьезно, ну, ценник может отличаться как и на 2000 рублей, так и на 30. То есть, тут уже в зависимости от взломостойкости и секретности данного механизма. Если брать определенный минимум взломостойкости и гарантированно того, что вас не скопируют без карточки владельца, то ценник такого цилиндрового механизма будет начинаться где-то от 6000 рублей. Сергей, подскажи, пожалуйста, это обязанность покупателя рассказывать вам, как продавцам дверей, вот что у меня есть работницы, там, я не знаю, репетиторы и так далее, или вы спрашиваете? Смотрите, покупатель вообще может даже не задумываться о таких вопросах, и не обязан он это знать. Потому что он, так скажем, не является специалистом в дверях. Тут именно задача наших менеджеров расспросить его, понять его, так скажем, ритм жизни, боли, что ему нужно, будет ли он давать ключи кому-то. То есть, мы обязательно задаем этот вопрос. На какой стадии ремонт? Даете ли рабочим ключи там? В дальнейшем планируете? То есть, мы предлагаем человеку решения, так скажем, и минимальные решения какие-то, и более удобные, то есть, там, с дистанционным доступом, чтобы он мог, даже не давая ключи, открыть дверь, я не знаю, человеку, который к нему придет полить цветы. То есть, это мы все предусматриваем. Обязательно менеджеры задают все эти вопросы. Если вам нужна дверь под любые ваши потребности и задачи, просто переходите по ссылке в описании, и мы обязательно вам поможем. С вами, как всегда, был Сергей на канале Bastion S. Не забудьте поставить лайк, если это видео вам понравилось, ну, а также подписаться, чтобы не пропустить дальнейшие интересные обзоры. А на этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем пока!